Очень радостно, когда столько улыбающихся светлых лиц к нам заходят на огонёк. Да, Гаян? Это очень классно и приятно. Я сегодня хочу вам представить нашего спикера. Это Гаяна, специалист с огромнейшим опытом по подбору программ оздоровления. И сегодня мы выбрали очень-очень интересную, точечную и, самое главное, животрепещущую тему, которая касается нашей с вами красоты, нашей с вами сияющей женственности, которая олицетворяет как раз-таки тот внутренний свет, который идёт из каждой женщины, из каждой девушки, в каком возрасте она ни была. И, соответственно, сегодня Гаяна с удовольствием поделится тем, от чего уже зависит залог главной женской красоты. Все мы, конечно, знаем, что нужно правильно питаться, пить витамины, но, девочки, давайте честно, вот прямо вот честно, многие грешат некоторыми вещами, которые нашим волосам, кожи, ногтям очень вредят. И как раз-таки Гаяна, который является нутрициологом команды Елены Бахтиной, расскажет сегодня интересные вещи, которые, скорее всего, вас даже прямо удивят. И вы на некоторые привычки свои посмотрите совершенно с другой стороны. А меня зовут Наталья Сидякина, и я сегодня являюсь вторым спикером нашей встречи. Я в конце вам расскажу про удивительные привычки и мифы об уходе за волосами. И у вас будет ещё один разрыв шаблонов. Поэтому, Гаяна, пожалуйста, приступаем. Передаю тебе микрофон, с удовольствием тоже тебя слушаю и отключаюсь уже от эфира. Ну, для начала, девочки, пожалуйста, напишите, хорошо ли меня слышно, чёткая ли связь. Потому что я с наушником, если всё хорошо, то я буду начинать. Ага, отлично. Девочки. Привет. Сегодня тема нашего вебинара – это волосы. Очень объёмная тема. Не на один вебинар. Не на один вебинар, но постараемся сегодня затронуть самые главные моменты. По волосам, по коже, по ногтям. Вот когда мы первый раз встречаем человека, мы оцениваем, насколько он здоров. Потому что у здорового человека блестящие, густые, длинные волосы, чистая, красивая, бархатная кожа. Вот я, например, всегда обращаю внимание на людей где-то в магазинах, на улице, сразу на состояние кожи, на волосы. Поделитесь, пожалуйста, обращаете ли вы внимание на внешность, на волосы, на кожу, на именно вот девушек, да, где-то. Слабый звук. А у кого ещё плохо слышно? Может быть, я без наушников буду. Нормальный звук? Попробуй лучше без наушника. Я думаю, так девочкам будет, наверное, всем хорошо слышно. А я пока включила микрофон, я поделюсь сразу. Я на самом деле тоже, как и Гаяна, я очень часто обращаю внимание, это, наверное, уже профессиональное такое, да, на состояние внешних вот этих вот факторов, которые для меня являются такими индикаторами, да, потому что мы работаем в сфере оздоровления, в сфере, скажем так, улучшения нашего самочувствия. И Гаяна здесь абсолютно права. То есть это первое, что бросается в лоте. И, знаете, это абсолютно подсознательно считывается. Ну, а ещё, конечно, ни никого не секрет для каждой женщины, да, что даже абсолютно любой человек, будь то мужчина, ребёнок и так далее, он проникается к вам абсолютным доверием, если он видит открытый взгляд, да, то есть улыбку на лице, ну и, конечно, ухоженность. Кто ещё хочет поговорить со своим мнением? Не стихняйте, девчонки, включайте микрофон и высказывайтесь. Кто обращает внимание на вот такие вот показатели? На волосы, на кожу? Как вы считаете, для вас это показатель здоровья? Да, да. Да, девочки, мы сегодня будем говорить о том, что может влиять на состояние волос и как мы можем справиться с этими проблемами. Чтобы не тратить много времени на разбор структуры волос, скажу в двух словах о том, что волос состоит из белка, воды и липидов. Большая часть – это, конечно же, белки, их где-то 80-85%. Почему я сейчас это говорю? Здесь это важно понимать и помнить, чтобы обращать внимание на обязательное присутствие белка в вашем рационе. Липидный слой помогает защищать волосы от повреждений, влаги и тепла, а также обеспечивает их мягкость и блеск. Такой защитный слой делает волосы более устойчивыми к внешним факторам, таким как загрязнение, солнечное излучение. Но липидный слой очень чувствителен к агрессивной инсоляции в соленой воде. Поэтому у людей, которые достаточно часто или длительные периоды находятся на солнце, в воде, в море, нарушаются структуры волос. Волосы сильно выгорают и сушатся. И вообще наши волосы, они способны накапливать различные химические вещества, как те вещества, которые вы наносите на волосы. Всё, что мы едим, пьём, отражается на состоянии волос. И поэтому постепенно на волосах могут накапливаться даже тяжёлые металлы. И если их накапливать слишком много, то блокируются процессы метаболизма и детокса в организме. И организм устроен таким образом, что он просто вместе с волосами сбрасывает эти токсические металлы, и мы можем наблюдать патологическое выпадение волос и даже аллопецию. На что я хочу обратить ваше внимание, очень часто, когда человек видит выпадение волос у себя, что он делает в первую очередь? Он идёт в аптеку или в какой-то косметологический магазин, покупает какое-то средство для наружного применения, для местного. То, что нужно наносить на волосы, втирать волосистую часть головы, и очень часто не получает того эффекта, который ожидает. Естественно, разочаровывается, думает, что препарат не работает. Поделитесь, у кого было такое? Кто покупал такие препараты, средства в надежде, что они остановят выпадение или улучшат состояние волос? Я, честно признаюсь, покупала один раз. Гришна. Ну и как эффект? Так, вернулась потом я к тем правилам, которые не быстро действуют, скажем так, а долгосрочно. Это потом долгосрочный результат. Ну и плюс ко всему, конечно, очень интересно, Гаяна, у тебя тоже случались такие факапы, мягко говоря, жизненные? Очень интересно, расскажи. Да, кстати, случались. У меня был такой, скажем, отчаянный период в жизни, очень тяжелый, когда я переболела ковидом, переболела в легкой форме, но последствия были очень тяжелые, и через несколько месяцев я почувствовала их на состояние своих волос. Было состояние у меня до слез, скажем так, потому как, знаете, как у меня выпадали волосы? Даже когда я просто стояла спокойно на месте, не двигалась, я видела на полу свои волосы, то есть они вот прям падали без какого-либо моего там. Я не трогала волосы, я не двигалась, ничего не делала. Я просто стою спокойно на месте и вижу, как волосы у меня падают на пол. Мне пришлось коротко постричься, потому что я не могла уже столько волос собирать, то есть это катастрофа какая-то была. Я потеряла процентов 50, а может даже 60 своих волос. Я месяцами боролась, пыталась что-то сделать, а уже когда дошла до отчаянного состояния, я поняла, что здесь это все не помогает, мне нужен другой подход. Другой подход — это комплексный, обязательно комплексный подход. Вот прям от а до я. Нужно пройти все этапы, рассчитывать на то, что что-то одно поможет, не поможет, не будет результата. Даже если немножко какие-то улучшения будут, то это все равно будет временным. Поэтому у меня, да, это все было, тяжелое время было. Но благодаря, кстати, нашей программе я смогла выйти из этого состояния, благодаря тому, что я работала комплексно, поэтапно над каждой проблемой в своем организме. То есть я налаживала абсолютно все. Без исключений. Каждый орган, каждую систему все-все-все налаживала. И только после этого у меня перестали выпадать волосы. У меня даже они стали потом расти быстрее, чем раньше. То есть вернулась густота. Ну, как видите, я их постоянно подстригаю, постоянно, потому что рост какой-то сумбашедший стал, активировался. Растут, я их подстригаю, они растут. Все отлично. Но только после того, как я комплексно занялась своим здоровьем. Не просто волосами, а именно здоровьем. Так. Гаяна, сразу вопрос, да? Наверняка тоже у многих девочек он возникает. Вот смотри, вот ты говоришь, да, про комплексный подход и про то, как здоровье влияет, да, на нашу вообще бьюти-сферу всю полностью. Но есть же всякие такие процедуры салонные, которые вот, ну, называется, из тыквы к золушку, да? То есть сделала и красавица. Там холодные уходы, например, да, то есть там ботокс для волос. Это все, как каждый из нас наверняка слышал, даже пробовала. Вот твое мнение, как специалиста, почему важно, если мы говорим о здоровье именно волос, если мы хотим густую шевелюру, подходить именно изнутри? Почему все органы и системы нужно приводить в порядок? Связано ли это как-то, может быть, с биохимическими процессами? Это чисто наследственность. То есть повезло, не повезло с волосами, например, да? Нет, генетика, конечно, имеет место быть, но я вам скажу так, важнее эпигенетика. То есть генетически у нас может быть много разных предрасположенностей, но эпигенетика – это то, как мы живем, это то, в каком состоянии мы находимся, и поэтому все в наших руках. Почему здесь вот эти вот процедуры не работают, либо если даже они где-то вам кажется, что вроде как бы лучше стало, но это имеет очень короткий эффект, тратятся большие деньги, а эффект такой небольшой и не такой крутой, как хочется, да? Почему? Потому что только благодаря восстановлению организма изнутри мы сможем увидеть внешние изменения, только работая комплексно со всем организмом, потому как наш организм – это система, и только работая комплексно можно получить желаемый долгосрочный результат, никак иначе, потому что это будет просто потеря времени, денег, сил и здоровья. Девочки, сейчас вот давайте вместе разберем основные причины выпадения волос вкратце, а потом более подробно разберем каждую причину, и давайте так, пока я буду рассказывать, поделитесь, пожалуйста, в чате, будьте активнее, потому что нам все равно тоже интересно, да, как у вас, что у вас было, с чем вы сталкивались, напишите, пожалуйста, выпадают ли у вас волосы, постоянное ли это выпадение, или может быть периодами бывает осенью, весной, да, или оно у вас постоянное. И также, кстати, если у вас уже есть какие-то вопросы, вы можете написать нашим консультантам, с вами свяжутся и ответить на все интересующие вопросы. Давайте я пока буду тогда рассказывать, вы, пожалуйста, делитесь, я потом прочитаю все ваши ответы. Очень-очень интересно. Наверное, номер один причина, по крайней мере, очень частая причина, это стресс. Следующая причина, это гормональный дисбаланс, снижение уровня прогестеронов, повышение кортизола и дегистра тестостерона, причем гормональный дисбаланс очень тесно связан со стрессом, потому что именно при стрессе повышается уровень кортизола, который блокирует другие гормоны. Здесь я еще дальше вам расскажу про мелатонин, который тоже связан с ростом волос и связан с кортизолом, потому что если высокий кортизол, то всегда будет низкий мелатонин. А далее дефицит микроэлементов, витаминов, аминокислот, незаменимых жирных кислот тоже приводит к выпадению волос. Проблемы с волосами напрямую зависят от здоровья печени. Это защитник организма от токсинов, которые ежедневно пропускают через себя литры крови, когда кровь, проходя через пораженную токсинами печень, поступает к коже головы. Вместо насыщения витаминами и кислородом мы получаем отравление волосяной луковицы. Интоксикация организма вирусами, тяжелыми металлами, лекарствами очень сильно влияет на рост и выпадение волос. Следующее состояние это инсулино-резистентность. Наверное, вы уже все знаете, что такое инсулино-резистентность. Поэтому обязательно нужно обращать внимание на эту проблему. И часто бывает, что устранив только вот эту вот проблему, мы уже преодолеваем причину выпадения волос. Далее, нарушение периферического кровообращения. Эта проблема тесно связана тоже со стрессом, а также бывает связана кстати с курением, потому что курение приводит к спазму сосудов и особенно капилляров волосистой части головы, а это нарушает питание волос. Далее, гиподинамия. Гиподинамия, то есть чем меньше мы двигаемся, тем больше нарушается периферическое кровообращение, и это тоже приводит к выпадению волос. Сюда же относим остеохондроз, поэтому у вас должна быть профилактика, посещение остеопата, массаж, работа с различными зажимами. Далее, заболевание желудочно-кишечного тракта, нарушение пищеварения, снижение кислотности желудочного сока, застой желчи, рост патогенной флоры, это сивор, это сигар, например, анемия. Помните всегда, если вдруг начали больше обычного выпадать волосы, всегда нужно проверять лабораторные анализы, смотреть, нет ли там изменений. Заболевание щитовидной железы, как гипотириоз, гипертириоз, а также аутоиммунный тиреидит может приводить к выпадению волос. Яичники это эндокринный орган нашего организма. Они также, как и надпочечники, отвечают за выработку половых гормонов, поэтому любые нарушения сразу скажутся на волосах. Например, во время менопаузы увеличивается количество тестостерона, а эстроген наоборот уменьшается, из-за этого происходит частичная утрата волос. В период вынашивания ребенка уровень женских гормонов существенно увеличивается. А вот после родов их количество приходит в норму и волосы сильно выпадают. Это нормально. В течение двух-трех месяцев гормональный фон восстановится и потеря волос прекратится. Но если же не прекращается, то нужно в первую очередь привести в порядок гормоны. Далее, синдром поликистозных яичников, грибковые инфекции, онкологические заболевания. То есть вы видите, как много причин влияет на выпадение волос. И можете себе представить, когда у человека есть сразу несколько причин. Поэтому, когда мы разбираемся с выпадением волос и выявляем какую-то причину, то не останавливаемся на ней, а исключаем все остальные причины, которые сейчас я вам рассказала. Давайте теперь немного подробнее о каждой из причин поговорим и выясним, что вообще с этим в дальнейшем делать можно. Итак, стресс. Следствием стресса является спазм сосудов и гормональный дисбаланс. Спазм сосудов ведет к нарушению трофики тканей и растущий волос недополучает те вещества, которые являются строительным материалом для его структуры. Соответственно, внешний вид волос ухудшается. Да, не всегда сразу волосы начинают выпадать, иногда волосы становятся тусклыми, секутся на концах, становятся сухими, то есть меняется их структура. Когда это происходит, тоже обращайте внимание, не находитесь ли вы в глубоком хроническом стрессе. А как влияет стресс на гормональный фон? При хроническом стрессе кортизол подавляет выработку прогестерона и эстрадиола и ведет к гормональному дисбалансу и, соответственно, к выпадению волос. Здесь еще андрогены играют важную роль в регулировании этого процесса и их действие может проявляться по-разному в зависимости от расположения на теле. Например, на лице андрогены могут стимулировать рост бороды, а в то время как в области скайпа они могут замедлить рост волос. При этом андрогены не оказывают заметного влияния на рост ресниц. Далее еще один очень важный гормон, которому часто не уделяют должное внимания и не проверяют его уровень при выпадении волос, а это стоило бы делать, это пролоктин. Повышение пролоктина, как правило, не проявляется только выпадением волос, а там еще целый комплекс симптомов, например, аномалия менструального цикла или сиборея еще, поэтому на это тоже нужно обращать внимание и проверять. Далее про мелатонин хотела сказать. Да, он это очень важный гормон для всего организма и играет очень важную роль в жизнедеятельности волос. Вы, наверное, знаете уже, что мелатонин это сильный антиоксидант, который играет важную роль в защите организма от окислительного стресса, а окислительный стресс как раз может приводить к выпадению волос. И дефицит мелатонина очень отрицательно воздействует в общем на волосы не только на его рост, не только на его развитие, но даже на потерю пигмента волос. Итак, давайте разберем, в чем же нуждаются наши волосы в первую очередь. Ну, так как мы с вами уже сказали, что волос состоит больше, чем на 80% из кератина, из белка от кератина, то, естественно, для того, чтобы кератин синтезировался в организме в достаточном количестве, должен быть для этого строительный материал. Строительным материалом в данном случае являются аминокислоты. Это лизин, метионин, аргинин, цистеин, тирозин. Строго-настрого следите за уровнем белка в своем рационе. Он должен быть в каждом приеме пищи. А самое главное, убедиться нужно, что он у вас усваивается. То есть для этого у нас должна быть хорошая кислотность в желудке, и у нас должно быть достаточно ферментов. То есть мало есть белки, нужно еще знать, что они точно у нас усваиваются. Тоже нужно контролировать по анализам. Теперь давайте я немножко по витаминам расскажу. что необходимо для роста и хорошего состояния наших волос. Постараюсь вкратце самое главное вам сказать. И вот, кстати, знаете, что мне интересно? Расскажите, пожалуйста, в чате, принимаете ли вы какие-то витамины? Вот на данный момент давайте разбирать по волосам, что вы принимаете из витаминов. Я пока почитаю, что вы написали. После коронавируса впадение было, да, сейчас но падают сильно. Ну, да, потому что нужно все-таки работать, полностью восстанавливаться, тогда выпадение у вас перестанет, остановится. ферритин, да, да, очень часто от ферритина тоже, от низкого железа тоже выпадают волосы, это можно сказать номер один проблема у женщин. Медленно растут, можно усилить рост, не переживайте, можно усилить, вот как я, раньше у меня в принципе росли, но как сейчас растут, у меня уже все в шоке, я не успеваю, если честно, уже надоедает вот этот вот рост слишком быстро. Так, витамин D, обязательно D, хорошо, что вы принимаете, потому что это, вот я сейчас как раз про него расскажу, вы пока пишите, пожалуйста, я сейчас начну рассказывать, но, что хочу сказать сразу про витамины, прежде чем их принимать, особенно некоторые витамины, обязательно нужно проверить, сдать анализы, нужно научиться выбирать правильные рабочие формы, потому что некоторые формы они не работают, и вы думаете, что вы пьете, а получается, что пустышка. И главное здесь, опять же, повторюсь, убедиться, что они усваиваются, для этого у вас желудочно-кишечный тракт должен хорошо, правильно работать, тогда у вас все витамины будут усваиваться, то есть от них будет польза, иначе вы просто будете принимать, не получать должный результат. еще бывает, что недостаточно долго вы принимаете, еще бывает, что дозировку недостаточную принимаете, то есть вроде как бы D принимаете, а вопрос у всех по-разному усваивается этот витамин, потому что разные ситуации, разные состояния бывают. И, например, возьмем витамин D, если у вас дефицит, а вы принимаете 2000 международных единиц, этого будет недостаточно, и витамин D не поднимется до того уровня, где он мог бы запустить все необходимые метаболические процессы, за которые он отвечает. Поэтому в данном случае нужно дозы повышать, и это нужно делать обязательно с контролем, то есть нужно принимать большую дозировку, проконтролировать, что витамин D поднялся, а потом уже только после этого можно переходить на поддерживающую дозировку. И здесь почему мы должны проверять всегда анализы, потому что и переизбыток нехорошо, он нарушает процесс детоксикации, другие функции организма, так же, как и дефицит нарушает, и это в любом случае рано или поздно отразится и в целом на здоровье, и на состоянии волос тоже. Во всем должен быть баланс, все нужно делать с головой, со знаниями, не просто так где-то там рекламу услышали, взяли самостоятельно, стали принимать. Итак, витамин D, давайте начнем с самого главного витамина, это солнечный витамин, контролирует в нашем организме примерно 2500 метаболических реакций. Витамин D способствует формированию фолликулов волос, вот я сейчас именно про волосы буду рассказывать, как работает он с волосами, вот, он помогает активировать стволовые клетки и волосяных фолликулах, что в свою очередь увеличивает количество активно растущих волос. Витамин D также играет роль в поддержании здоровья кожи, важную роль, включая кожу головы. Здоровая кожа головы важна для роста волос и их общего состояния. Да, и в целом по своему воздействию витамин D напоминает у него такие противовоспалительные свойства. Далее, витамин A он является одним из мощных антиоксидантов и собственно жизненно необходим для каждой клетки нашего организма. вот без преувеличения. Он увлажняет кожу головы, защищает волосы от пересушивания, препятствует появлению перхоти. Но здесь нужно знать, что большое количество может приводить к обратному процессу, то есть к потере волос. Поэтому здесь витамин A тоже строго под контролем, по анализу нужно принимать. Все должно быть в балансе. Слишком мало, плохо, избыток тоже нехорошо. И еще, кстати, достаточно сильный дефицит витамина A может приводить к зуду, к появлению перхоти и вообще к сухости и блеклости волос. Следующий витамин такой он всеобщий любимчик и он используется не только для поддержки иммунной системы, он также является мощнейшим антиоксидантом, защищает клетки от повреждений свободными радикалами и собственно старение гибели. Он незаменим для нормального функционирования всех систем организма, а также является хорошим стимулятором роста волос и способствует выработке коллагена. Да, это витамин С, он принимает участие в транспортировке кислорода по организму и способствует обмену железа. Витамин С обеспечивает достаточное количество кислорода всем клеткам организма вместе с цинками, белками, витамин С используется для коррекции железодефицитных состояний, что очень часто может как раз являться причиной определенных форм аллопеции. Он оказывает положительное влияние на состояние кожи, а также укрепляет стенки кровеносных сосудов. Дальше, витамин Е. Кроме того, что он является сильным антиоксидантом, он участвует в регуляции работы сальных желез. По биологическим свойствам витамин Е схож с гормоном эстрогеном. Как и сами эстрогены, стимулирует деление клеток и является стимулятором развития капиллярной сети, что, естественно, улучшает кровоснабжение тканей, то есть он помогает дойти необходимым питательным веществам до волосяной луковицы и, естественно, простимулировать активность роста волос. И, кстати, многие наружные средства для волос содержат разные формы этой витамины для усиления блеска и увлажнения. Сейчас я посмотрю. Ага, принимайте. Девочки, пишите активно, нам очень-очень интересно. Вовлекайтесь. Пока девочки пишут, мне кажется, надо вопрос. Вот ты говоришь, да, Галяна, что очень важно обращать внимание на консернации вот этих химических составляющих, в том числе и гуманизируют добавок, для средств, которыми мы пользуемся ежедневно. Момент такой, а можно ли вот присутствием этих витаминов питательных добавок, да, то есть решить проблему только снаружи? Ну, грубо говоря, так это красиво ламинировать и замазать. Нет, нет, я вот, как уже говорила, снаружи, ну, возможно, будет какой-то легкий эффект, возможно, будет какой-то короткий эффект, но долгосрочного, такого полноценного эффекта не будет все равно. То есть хорошо бы вообще в идеале, когда мы занимаемся волосами, да, в идеале нужно делать все в комплексе и снаружи, и изнутри, но здесь важнее изнутри делать, потому что волосы являются зеркалом внутренних нарушений в организме, поэтому не нужно начинать корректировать проблемы волос снаружи, средств. Это, ну, повторюсь, либо не даст нужного результата, либо же результат будет временный, а потом проблема вернется. То есть если в комплексе с внутренней работой, то да, да, а просто начинать вот с этих средств, нет, результата не будет, поэтому всегда нужно работать изнутри. Так, я сейчас продолжу по витаминам, скоро закончу. Важный витамин, тоже хочу обязательно его, про него рассказать, это витамины группы В, это мои любимчики, эти витамины участвуют практически во всех обменных процессах в нашем организме, и поэтому их дефицит приводит просто к огромному числу заболеваний, потому что собственно все они это участники детоксикационных функций печени, без них нормального детокса в нашем организме просто не происходит, и соответственно их дефицит может ввести к различной патологии кожи, к шелушению, к зуду, к сибореи, к сриазе, экземе, атопическому дерматиту, причем это такой, скажем, короткий неполный список, это, скажем, те основные заболевания, с которыми мы чаще всего сталкиваемся в своей практике. Выпадение, истончение, нарушение пигментации, это все относится к витаминам группы В. Конечно, витамины группы В синтезируются в нашем кишечнике, вот сами по себе они синтезируются, видите, как у организма все продумано, раз они очень важны и нужны, то организм их сам синтезирует, но воспалительные заболевания кишечника, какие-то процессы, синдром избыточного бактериального роста, синдром избыточного грибкового роста, нарушение микробиоты приводит к дефициту синтеза этих важных витаминов, и на коже дефицит этих витаминов мы можем видеть в виде шелушения, зуда, сибореи, выпадения волос, нарушения пигментации как волос, так и кожи, вот, далее, от витаминов давайте мы перейдем к микроэлементам основным, самым главным, которые являются мощными микрофакторами роста волос, это железо, конечно же, дефицит железа в организме, это одна из самых распространенных причин женского облысения, а дефицит железа ведет к дефициту кислорода в тканях, естественно, волосяного фолликула, и в том числе нарушение химической структуры волоса, и как следствие идет расслоение стержней волос и выпадение, а йод, задумывались ли вы о том, что йод тоже как-то влияет на рост волос, на их красоту, очень влияет, при нехватке этого микроэлемента волосы ломаются, тускнеют, их стержень истончается, йод является структурным компонентом гормонов щитовидной железы, способствует быстрому ликвидному и кислородному обмену в организме, а также ускоряет производство организма меланина, от которого напрямую зависит световая гамма волос и наполненность. Недостаток йода в организме приводит к возникновению гипотириоза и снижению функции щитовидной железы и как следствие выпадению волос. Другими признаками гипотириоза являются сухость кожи, тонкие ломкие волосы, возможно, они не сразу выпадают, но они истончаются, снижается скорость роста волос, а в итоге уже в конце концов они начинают выпадать. Поэтому нужно обращать внимание на уровень йода обязательно. Нужно обращать внимание на функцию щитовидной железы. И при дефиците йода может развиваться очаговая и даже тотальная лапеция. Следующий микроэлемент красоты это медь. Он участвует в метаболизме других металлов, например, железо, является важным участником синтеза соединительной ткани. Соединительная ткань это собственно каркас нашего организма. Каркас нашей кожи это здоровье наших сосудов, поэтому медь очень важный участник всех этих процессов. И без меди невозможна выработка коллагена и эластамы. Еще этот микроэлемент можно называть женским микроэлементом, потому что от него зависит синтез женских половых гормонов эстрогенов. При дефиците меди возникает нарушение пигментации волос и ранняя седина. Еще один король микроэлементов это цинк. В частности, если мы говорим о волосах, то цинк поддерживает протеиновую структуру волосяных фолликулов. Волосяной стержень очень нуждается в достаточном количестве цинка для здорового метаболизма, то есть всех обменных процессов, которые происходят в самой волосяной луковице. И цинк играет важную роль в восстановлении кожи, роста волос, ногтей, секреции сальных желез. Обращайте внимание, если появляется жирность или наоборот сухость, то хорошо бы проверить анализ, добавить побольше продуктов содержащих цинк, да и вообще можно отдельно в виде добавок пропить курс цинка. Селен стимулирует рост волос, выступает для них строительным материалом. Это главный элемент для обмена веществ и питания волос. Сера участвует в выработке коллагена, поэтому недостаток соединения ослабляет саму основу волос. Нужно помнить, что серные связи это основа прочности волос. Кремний это участник всех метаболических процессов соединительной ткани. Без него не будет нормальной структуры соединительной ткани, не будет плотных, упругих, здоровых сосудов, естественно, не будет прочных волос и ногтей. И соединение кремния активирует происходит синтез коллагена. Ну и кальций, конечно же, еще один микроэлемент, необходимый для здоровья волосяных фолликулов и, соответственно, для роста и предотвращения выпадения волос. Но помните, что нужно здесь тоже контролировать анализ, сюда же сразу нужно одновременно проверить витамины D для предотвращения кальцификации. Смотрите, если в целом коррекция проблемы желудочного тракта, нутрицифтическая поддержка, устранение стресса, не дали желаемых результатов, то есть вы это все проделали, а эффекта не видите, то, пожалуйста, обратите внимание на интоксикацию организма тяжелыми металлами, потому что иначе вы дальше не сможете провести правильную коррекцию и получить позитивно хороший результат по вашей терапии. А для чего нужна детоксикация, для чего нужен хороший отток лимфы? Для удаления токсических веществ из клеток и межклеточного пространства. Все эти вещества нужно выводить в кровь, в лимфу и тем самым уменьшить внутриклеточный токсикоз. Вот тогда постепенно восстанавливаются поврежденные мембраны клеток и, скажем так, туда уже привлекается хороший строительный материал, усиливаются все обменные процессы, улучшается питание клетки и поступление в нее всех необходимых питательных веществ. Итак, мы с вами пришли к таким выводам. Волосы, как я уже говорила, являются зеркалом внутренних нарушений в организме, поэтому не нужно начинать корректировать проблемы волос с наружных средств. Для выбора правильной тактики лечения волос, выпадения волос, в первую очередь, нужно исключить хронические стрессовые факторы и заболевания, которые провоцируют состояние дефицита витаминов, микроэлементов, аминокислот. То есть нужно обратить внимание на гормональный статус организма, исключить загрузку тяжелыми токсическими веществами. Также я хотела отметить про важность сна для здоровья волос. Напишите, пожалуйста, девочки, кто вас сколько ложится спать? Это настолько важный вопрос, потому что у нас сейчас у всех сон отодвинулся, мы все ложимся спать где-то в 12, все ложимся с телефонами, кто-то ночью просыпается, кто-то, дай бог, до утра крепко спит. То есть сон сейчас нарушен у очень-очень многих. Напишите, пожалуйста, как у вас со сном, во сколько выступаете, как вы спите? О, 22-23, прекрасно, после 12, вот, я же говорю, таких очень-очень много. Пишите, девочки, интересно, как вы спите? Я сейчас буду рассказывать, как это влияет на состояние ваших волос, в целом, на вашу красоту. после 12 плохо. Смотрите, восстановление волос и гормонального фона происходит во время сна с 22 до 2 ночи. Вот, строго, вот в этот промежуток. Если же не спать в это время, то не происходит синтез гормонов, отвечающих за рост и за силу волос. Сон влияет на уровень таких гормонов, как тестостерон и кортизол. И вот нарушение гормонального фона как раз приводит к впадению волос, к их истончению. Более того, энергия на все остальные процессы уходит в минус с каждым днем, и все восстановление организма затягивается и ухудшается. Во время сна организм восстанавливается и регенерирует ткани. Это касается и волос тоже, которые также нуждаются в питательных веществах и восстановлении. Недостаток сна замедляет процесс регенерации, что негативно как раз сказывается на волосах. А хронический недосып повышает уровень стресса, который в свою очередь приводит к выпадению волос. Что еще происходит во время сна. Улучшается кровообращение, что обеспечивает волосы необходимыми питательными веществами и кислородом. Хорошее кровоснабжение кожи, головы способствует здоровому росту волос. Поэтому первое, что нужно сделать, любой ценой вернуть сон в это время. И максимально поработать над качеством сна, потому что мало просто спать, надо качественно спать, чтобы качественно восстанавливаться. В этом, кстати, очень помогают прогулки на свежем воздухе вечером перед сном, если есть возможность принять теплую ванну перед сном. В идеале засыпать нужно без телефона в кровати, потому что он излучает световой спектр, который возбуждает психику и останавливает ночной синтез гормонов, необходимых для волос. Понимаете, да, вот эту взаимосвязь? Да и вообще в идеале за 2 часа до сна не нужно смотреть телефон, нужно включить теплый свет, ночник, то есть не верхний холодный свет, а вот это какой-то маленький такой свет, тепленький, он помогает выработать мелатоним. и нужно обязательно проследить, чтобы в комнате была абсолютная темнота, без малейших лампочек, тишина и свежий прохладный воздух. Вот в таком случае сон у вас будет качественный и вы будете полноценно и хорошо восстанавливаться. Стресс и выпадение волос. Немножечко про стресс расскажу, как он влияет. Вот смотрите, если мы находимся в стрессовой ситуации, покупка даже самых дорогих топовых косметических для волос будет абсолютно бесполезно. Любые процедуры, все дорогое, что вы ходите в салонах делаете, абсолютно все бесполезно, просто трата денег. Потому как, когда во время стресса повышается гормон стресса, кортизол, он доходит до луковицы, спазмирует мышцу вокруг луковицы, тем самым перекрывает ей питание. В итоге волос не получает питание, начинает высыхать, истончаться, ну и в конце концов выпадать. И знаете, бывает даже так, что стресс вот он уже вроде как бы закончился, прошел, а спазм этот еще очень-очень долго может сохраняться в мышцах и продолжать влиять на состояние волос. Да и в целом стресс влияет на обредить здоровью весьма существенно, и если его не убирать, то вызывает ряд других последствий. Это расстройство ЖКТ, набор лишнего веса, постоянная усталость, раздражительность, такие тревожные депрессивные состояния и те же проблемы со сном и отдыхом. Поэтому со стрессом нужно работать местно. Это какие-то массажи кожи головы, которые снимут спазм луковицы, вызванные кортизолом. Даже если стресс был давно, волосы могут еще долго-долго выпадать. То есть нужно концентрацию гормона стресса обязательно снижать, чтобы он впредь не вызывал спорную луковицы. Во-вторых, есть очень много разных антистрессовых техник, нужно их применять, какие вам подходят. И также есть нутрицептиков, много прекрасных нутрицептиков, которые работают со стрессом. И помните, мы не можем полностью убрать стресс из нашей жизни, это невозможно сделать. Мы можем делать так, чтобы он не вредил нашему здоровью. Все техники применяем для того, чтобы не вредить здоровью. У нас, кстати, в программе есть все инструменты по всем этим вопросам, поэтому я вам настоятельно рекомендую идти туда и пройти все этапы восстановления вместе с нами. Девочки, поделитесь, пожалуйста, насколько, вот от одного до десяти, насколько вы стрессуете, переживаете, испытываете какой-то эмоциональный дискомфорт из-за потери волос. Напишите, пожалуйста. Просто я, когда у меня выпадали волосы, у меня был очень сильный стресс из-за этого. Я себя чувствовала какой-то неполноценной, мне было тяжело, потому что, ну, согласитесь, что для нас, для девушек, да, это показатель красоты, и у нас какая-то появляется все равно зажатость, неудовлетворенность, когда какие-то проблемы с волосами, мы себя не так чувствуем уверенно. Вот десять, ага. У меня, мне кажется, у меня от одного до десяти в тот момент были все сто, как я себя чувствовала ужасно. как вы хотели бы, чтобы выглядели ваши идеальные волосы? Для вас это что? Это длина, это густота, это блеск, что для вас идеальные волосы? Напишите, девочки. Вот опять же, да, я про свою ситуацию расскажу. У меня на тот момент не столько меня даже длина волновала, а вот именно густота. Как я переживала, у меня уже страх появился, что я просто облысею, потому что это что-то нереальное было. И действительно, в принципе, если бы я ничего тогда не сделала, я, возможно, пришла бы к этому, у меня, наверное, осталось бы 30% волос, дай бог. Ага, длина и густота, толщина, да, да, крепкие, конечно, плотные волосы, здоровые волосы, все, что я перечислила. А теперь давайте так, а теперь давайте мы с вами представим, что вот вы получили, у вас есть какая-то картинка идеальных волос, да, и вы получили вот эти вот волосы своей мечты. Они у вас длинные, густые, блестящие. Что вам это даст? Какое чувство у вас будет, когда у вас будут вот такие вот волосы? Может быть, уверенность, да, может быть, какое-то самоудовлетворение, что вам это даст? Уверенность, да, да. Конечно, согласна, у меня тоже самое было, потому что, ну вот сейчас, знаете, когда я где-то иду, куда-то захожу, я всегда вижу, что все поворачиваются, смотрят на мои волосы. Я в этот момент чувствую себя, ну, ну, просто королевой. Я не буду даже скрывать, потому что у меня уверенность зашкаливает. Это красиво, это для девушки очень-очень важно. поэтому для нас вот этот момент, он крайне-крайне важный, и поэтому у нас есть для вас решение, это наша как раз программа, комплексная, старости нет, которая восстанавливает организм изнутри, и благодаря этому идут уже внешние изменения. То есть, изнутри мы поработали, и благодаря этому уже видим внешние изменения. То есть, перестают выпадать волосы, они становятся крепкими, возвращаются густота, блеск, усиливается рост волос. То есть, вроде как бы мы с волосами-то ничего не делаем, мы просто работаем со своим организмом, причем мы работаем пошагово, поэтапно, над всеми нашими органами, скажем так, над всей системой работаем, и вот шаг за шагом в течение девяти месяцев вы уже видите изменения, то есть, через месяц, через два, через три, у вас это все происходит, вы уже наглядно видите, что у вас перестают выпадать волосы, а видите, что качество стало лучше, новые начинают волосы появляться и расти, да, вот, и в нашей программе как раз в течение девяти месяцев вы будете получать все обучающие материалы, обратную связь по всем вопросам, все, что вам интересно, вы можете спрашивать у наших специалистов, все наши специалисты имеют многолетний опыт работы и помогли уже тысячам девушек, женщин добиться идеального здоровья и внешнего вида, у вас также еще индивидуальные консультации будут, разбор ваших анализов, ежедневная личная обратная связь на протяжении всех девяти месяцев, вы представляете, когда проводится такая глубокая работа, невозможно не получить результат, ну, невозможно, согласны? И еще, девочки, все, кто сегодня зайдет на нашу программу, получит персональный бонус, персональный бонус. У нас есть два тарифа, оптимальный ВИП, сразу скажу, что ВИП пользуется спросом, и мы на него выделяем не так много мест, поэтому занимайтесь скорее. Я так все равно чувствую, что у вас есть внутренняя готовность повысить уровень здоровья, восстановить красоту волос, потому как это крайне важно для нас, для девушек. Девочки, не стесняйтесь, напишите нашим консультантам, они вам подробно расскажут про нашу комплексную программу «Старости нет». И помните, чем дольше вы откладываете восстановление, тем дольше в будущем нужно будет вкладывать в себя времени, денег, энергии, поэтому возьмите и сделайте это прямо сейчас, не нужно ждать. Как я добилась таких волос? Благодаря нашей программе я просто поэтапно, пошагово, не спеша шла каждый день, применяла новые знания, восстанавливала полностью весь организм, все свое состояние, потому что надеяться на то, что сходишь там какую-то волшебную таблеточку купишь, выпьешь и волосы перестанут выпадать и расти, хорошо, этого не будет. Я очень много времени потратила, очень много потратила времени на беготню по больницам, на анализы, на всякие обследования, на всякие препараты, на что только я не тратила деньги. В итоге я пришла просто к огромному стрессу, к жуткому разочарованию, потому что я поняла, что это все мимо, это все не про здоровье. Вот только когда я начала проходить программу нашу, вот прям от А до Я, вот только так я смогла добиться результата, и это результат долгосрочный. Все, у меня, я получила результат, и я его закрепила, и у меня теперь всегда так. Я просто хожу, периодически сдаю анализы, убеждаюсь в том, что у меня все прекрасно, потому что у меня есть все знания, я их постоянно применяю, и просто контролирую, сдаю анализы, вижу, что все прекрасно, ферритин прекрасный, белок прекрасный, все остальные показатели, все супер, отлично, живем дальше, красивые, здоровые, все прекрасно, поэтому я добилась таких волос вот только благодаря нашей программе. так, сейчас посмотрите. Еще вопросы, не стесняйтесь, пока у Гаяны есть все время, да, нас удовольствием ответить на все ваши вопросы. Вижу, что Юля писала, что работа связана с ночными дежурствами, очень-очень это все бьет по здоровью, очень сильно, к сожалению, вот прям без ночного сна сложно говорить про полноценное здоровье, сон прям нужно любой ценой восстанавливать, то есть до какого-то определенного времени вы, может быть, не будете это все чувствовать, да, к чему это все ведет, а потом уже все побочки проявятся. Так, состоятельно вылечить волосы? Нет, девочки, нет, это невозможно, сразу говорю, вы можете сейчас в интернете найти очень много информации, бесплатной, да, кучу-кучу всего вы можете найти и начинать это все применять, но нет, невозможно, я вам сразу и как специалист говорю, и как девушка, которая проходила через все это, невозможно, потому что вы не специалист, вы не знаете всех нюансов, вы не можете, вот я как вам ранее рассказывала, да, причина может быть не одна, причин может быть очень-очень много, и для того, чтобы устранить проблему, нужно все эти причины найти, когда вы найдете либо несколько причин, либо одну основную, вы с ней поработаете, правильно поработаете, опять же, я повторюсь, ну, возможно, да, вы там сходили, посмотрели, что у вас какие-то анализы не в норме, не знаю, ферритин низкий, вы начинаете принимать железо, а оно у вас плохо усваивается, либо через какое-то время снова падает, почему? Потому что не усваивается, почему не усваивается? Потому что желудочно-кишечный тракт не в порядке, для того, чтобы железо усваивалось и далее не терялось постоянно, ЖКТ должен быть в порядке, то есть здесь очень много нюансов, самостоятельно вы просто в какой-то момент столкнетесь с какой-то проблемой, которую не сможете решить, разочаруетесь, и у вас все равно какая-то появится стрессовая такая ситуация, состояние, все равно рано или поздно захотите комплексно решить проблему, поэтому не тяните, потому что если мы ничего не делаем, самостоятельно лучше не становится, выпадение продолжается, ухудшение состояния продолжается. А, должно быть ванна и три шампуня, вот сейчас нам как раз Наталья расскажет про это. Прежде давай еще раз, девчонка, мы прорезюмируем список тех причин, которые могут приводить как раз-таки к аллопециям, то есть по-русски говоря к выпадению волос, чтобы они себе еще раз зафиксировали и проверили себя прямо по чек-листу, сколько у меня этих галочек, узнаю ли я себя в этом, и дальше уже соответственно пойдем с вами в уход и расскажу, почему нужно три шампуня. Да, ну, еще раз, если вкратце, да, это стресс, это плохой сон, это плохая работа желудочно-кишечного тракта, это интоксикация организма, это дефициты всяких микроэлементов, витаминов, аминокислот, это плохое питание, это гормональный какой-то сбой, вот это вот все, да, вот это вот все в кучу, может быть, у вас что-то одно, а может быть, даже несколько вот таких вот выпадений волос. В любом случае, я думаю, самостоятельно с этим, конечно, разобраться очень-очень сложно, даже если вы уже очень много в этой теме знаете и очень много откуда-то из других источников получили информацию, надо ее систематизировать и понять, что именно вам подходит, да, и что именно в вашем случае будет являться катализатором тех неприятных последствий, которые вы видите уже во внешности. Гаян, огромное тебе спасибо, и здесь подхватываю тоже уже микрофон, я вижу, какая у нас активность в чате, я вижу, как у нас активно записываются на консультацию, девочки, кто еще спрашивает эту личку у меня, как записаться, пожалуйста, обратите внимание, есть ссылка, есть какие-то вопросы у вас остались по системе старости, нет, почему и как добиваются наши девочки и мы сами таких результатов, наши специалисты по подбору программы оздоровления с удовольствием вам в этом помогут и подскажут ответственность на все вопросы. Ну, а мы с вами пока идем дальше. Второй часть нашей сегодняшней встречи я бы очень хотела с вами поговорить про три шампуня. Да, я вижу, вижу, девочки, да, уже все спрашивают, но это не только как раз-таки та основа, которую мы сегодня будем с вами разбирать, я сегодня вам расскажу очень многие такие интересные мифы, которые мы слышим с самого раннего своего возраста, о том, как нужно ухаживать за волосами, а также расскажу, почему это не работает. Ну, и, конечно же, мы разберем ваши привычки. Прежде чем мы с вами начнем, я хочу, чтобы вы мне ответили на вопрос. Какого цвета у меня волосы? Отодвинусь, встану. Какого цвета? Смотрите. Пишите, пишите. Кто-то пишет, кто-то... Ага, ага. Вижу, вижу. Столько вариантов. Можете включить микрофон, тоже говорите. Включается микрофон, это абсолютно не запрещено. Правильно, ты знаешь какой? Натуральные они у меня. Некрашенные. Они у меня некрашенные, натуральные, и я как обладатель натуральных, некрашенных, ненарощенных, ничем не обработанных волос почти длиной больше метра, сталкиваюсь с такими проблемами девочки, которые нужно решать каждый-каждый день. Чем помыть? Как их закрутить так, чтобы их не поломать? И, соответственно, как сделать так, чтобы укладки держались, и при этом мои волосы не пострадали? Божечки мои, когда мне нужно пойти в салон и сделать какую-то прическу, это целый квест. Я думаю, что, наверное, каждая вторая сталкивалась с этим. И поверьте мне, чтобы добиться такого состояния, я прошла тоже очень-очень многие вещи, неприятные ситуации, тот же самый ковид и выпадение. У меня еще была такая проблема с сухостью, и пушистость волос, которая знакома тоже не понаслышке очень-очень многим девочкам. И давайте мы с вами, наверное, сейчас подойдем к самому главному, самому страшному врагу ваших красивых, гладких, блестящих волос, которые есть почти у каждой ванны есть этот враг. Как вы думаете, что это такое? Не стесняйтесь, пишите, что это? Я уверена, вы сейчас просто очень сильно удивитесь, когда я скажу, что это такое. Что же убивает нашего лауритфульфорнатрия? Так, я тебе еще потратнее на секундочку. Фен. Еще варианты? Кто как думает, что же убивает прямо на повал наши волосы? Вода. Девочки, вы просто сейчас обалдеете. Горячая вода как вариант. Шампунь. Я вам прямо сейчас в кадре покажу эту самую вещь. Кто сказал про полотенца? Кто у меня умничка? Полотенца, девочки. Вот такие вот махрушечки. Вот эти махровые полотенца являются самыми главными врагами наших с вами гладких, не пушистых, классно лежащих и здоровых шелковистых волос. Потому что вот эти вот ворсиночки, которые классно впитывают всю влагу с нашего тела, после душа, они просто катастрофически влядят чешуйкам волоса. Они их раскрывают, волосы становятся тусклыми, жуткими. И поверьте мне, когда мы носим вот эти тюрбаны на голове, особенно у девчонок, у которых волосы длиной ниже плеч, это просто такая колоссальная нагрузка по весу на корни волос, что они просто такие, вы пока сидите после душа пищать, а тюрбан тянет волосы назад, и они такие прям пищат, такие прям если удержаться у вас в коже головы, представляете, какая там нагрузка? Поэтому, пожалуйста, мои хорошие, если кто-то очень хочет получить прям первые результаты после сегодняшнего вебинара, сделать такой челлендж. Сфотографируйте себя до, с волосиками со всех сторон, то есть по пробору, справа, слева, сзади желательно, при освещении, которое позволит вам оценивать это все в дневном свете, то есть либо при хорошем искусственном освещении, и потом 14 дней прививайте новую привычку. Пожалуйста, не вытирайте волосы, не трите их как мочалку, не заворачивайте льваны. Возьмите детскую пеленочку, хэбэшку, фланельку, старую футболку, я там не знаю, что-то такое, старую наволочку, обязательно, чтобы это была мягкая ткань хэбэ, да, чтобы это была прям вот такая тоненькая, классная такая штука, которая будет ваши волосы очень нежно обволакивать, и попробуйте не пользоваться махровым полотенцем. Вы удивитесь от того, какой вы получите результат, а потом вы сделаете фоточки после, и сравните результат, хорошие, так бывает, поэтому первое, если вы хотите иметь хорошие, красивые по качеству волосы, то есть первое, что мы делаем, это, понятно, начинаем все изнутри, да, сбалансированно проводить в порядок, и параллельно работаем над внешней красотой наших шикарных шевелюр. И здесь мы с вами проходим к мытью головы. Скажите мне, пожалуйста, как часто вы моете свои шикарные волосики? Я, скорее всего, думаю, что девочки, у кого более-менее короткие такие стрички объемные, да, это, скорее всего, каждый день внутренним душем, да. Если девочки с длинными волосами, скорее всего, это раз в два дня в среднем, да, есть такие девочки, которые приучили кожу головы, именно приучили, здесь очень важная фраза, да, один раз в неделю, допустим, как Вика нам пишет в чате, это тоже, на самом деле, имеет место быть, когда у человека сухая кожа головы, да, и когда себорегуляция хорошо работает, да, и, соответственно, организм в норме. У некоторых девочек, у которых не очень толстые волосы, соответственно, кожа головы не загрязняется, они спокойно могут ходить пять, шесть, а то и семь дней без мытья волос. Скажу на личном опыте, я их мою раз в два дня, да, и прекрасно себя чувствую, потому что они не пересушиваются, не пушатся у меня. Именно почему? Я знаю пароль, я знаю секрет, я знаю самый главный секрет, а знаете какой? Вот здесь мы моем одним средством, а вот это вот всё мы моем другим средством, потому что если вот здесь вот в коже головы у нас есть различные сальные желез, да, это как раз-таки секреция этих сальных желез, то есть у волоса здесь больше жирности, больше питательных веществ, он более плотный здесь у нас у корней, то вот здесь вот это уже та структура, которая, грубо говоря, мёртвая. Не пугайтесь, да, волосы это мёртвая структура, мы это всё знаем, да, и нужно поддерживать их состояние таком, чтобы они были в приличном виде, именно средствами, которые уже внешние, помимо того, что они питаются изнутри. Посмотрите, если вы моете, например, мягким шампунем или детским шампунем, кстати, очень распространённая ошибка, да, то есть если у детей там всё классно, всё хорошо, крутые ингредиенты взрослому точно не повредят. Да не повредят, конечно, ну и пользы-то никакой вам не будет, потому что у взрослых совершенно другой организм, другая система обмена веществ. Вот. Если вы моете мягким шампунем, то вот здесь будет хорошо, а вот здесь вот жирнится. А если, наоборот, вы, допустим, купите какой-то с себорегулирующими активами, типа от жирности, там, для свежести головы, там, да, для объёма, для окрашенных волос, кстати говоря, да, причём неважно с какой текстуры, с прозрачной или с перламутровой, то вы заметите, что здесь у вас классно, объёмчик держится, всё свеженько, а вот здесь у нас цвет теряется, у нас здесь сохнут концы и требуется дополнительное увлажнение какими-то топовыми средствами, топовыми, я имею в виду, что которые после сушки волос, да, и вам нужно уже их выглаживать как-то маслечками, кремами, муссами для питания, спреями и тому подобное, то есть не хватает увлажнения питания, поэтому самое главное правило это подберите себе, пожалуйста, шампунь для корней, да, и соответственно шампунь для длины, более мягкий, если у вас жирный тип кожи головы, то выбирайте для корней шампуни, которые с прозрачной текстурой, у них более хорошая очищающая база, это сейчас я вам говорю такие, знаете, базовые правила, наверное, косметической химии, которые должна знать каждая девочка, более подробно, конечно, это все расписано в статьях различных, да, у экспертов есть даже специальные курсы по волосам, наша с вами цель сегодня понять базовые правила ухода, чтобы можно было их сразу внедрить, что касается длины волос, выбираем мягкие шампуни, это, скорее всего, будет какой-нибудь питательный шампунь, разглаживающий шампунь, увлажняющий шампунь, чтобы вы ориентировались, и моем им только вот эту часть, да, то есть, которая не касается головы, ну, а третий шампунь, это очищающий шампунь, потому что раз в три дня вам обязательно нужно смывать с ваших прекрасных волосиков всю ту пыль, грязь, остатки стайлинговых средств, остатки средств, там, да, для ухода, какие другие, которые используются, чешуйки от одежды, и тому подобное, что накопилось на ваших волосах, и ваш шампунь ежедневный, к сожалению, с этим не справится, а еще, знаете, есть такой эффект желтых сульпанов, кто у меня здесь золотоволосые девочки, в окрашенные блондинки или в натуральные блондинки, кто хоть раз сталкивался с рыжим и желтым оттенком на волосах, я не поверю, что таких нету, а как же все вот эти тонеры синие, да, куда же они все идут потом, почему так происходит, почему мы, да, вот, почему как раз таки желтеют крашеные девочки в прекрасный блонд, а потому что то будет с ванной или с раковиной, если вы не будете чистить ее две недели, что вы там увидите, налет, желто-коричневый налет даже от самой хорошей и мягкой воды, правильно, грубо говоря, как ржавчина такая будет, так ваши волосы и кожа тоже самое, они тоже водой моются, правильно, то есть вы соприкасаетесь с той же самой водой, с тем же самым составом, а это значит, что на волосах тоже оседают те самые соли, про которые говорила Гаяна, да, они могут не только организм изнутри как раз таки вот, ну, приводить в не очень хороший вид, они еще могут и снаружи оседать, это реально налет, который мы носим на волосах, мы же даже с вами стиральные машинки и чайники с утюгами чистим от налета, правда, так почему же мы свои волосы это так не любим, почему же мы их не очищаем, поэтому обязательно подбирайте третий шампунь очищающий, девочки, внимание, не путать с шампунем для глубокой очистки, профессиональным которым пользуются в салонах, это другая процедура, очищающий шампунь, это, как правило, себорегулирующие какие-то компоненты, это шампунь для объема волос, тоже можно как очищающий, и различные составы, которые против излишней жирности, да, и против перхоти, соответственно, этим шампунем вы пользуетесь раз в три дня, через два, не три дня, извините, а раз в три мытья, через два мытья, на третий, и вы увидите, насколько ваши волосы так прям приподнимутся, они будут дышать, изменится цвет, через четыре-пять недель у вас изменится цвет, причем неважно, вы будете натуральный, да, то есть ходить, либо вы будете крашеной девочкой ходить, цвет будет сохраняться дольше, он реально изменится, вы увидите, что выходит этот красновато-оранжево-коричневый оттенок с волос, и удивитесь, насколько легко этого добиться, вот. Когда мы кожу головы промыли, хорошо все сделали, да, нам же нужно чем-то волосы напитать, мы же их так, ну, пожамкали, грубо говоря, да, то есть шампунь, мы же их очистили, мы раскрыли чешуйки волоса, вытащили оттуда всякую бяку, и здесь вопрос, а чем же пользоваться, маской или кондиционером, кто чем пользуется, как вы думаете, маской или кондиционером, кондиционером или маской, А может быть сразу маской, кондиционером, или, допустим, там, кондиционером, каждый там мысье, а маску там раз в неделю, просто схемы-то у всех разные, да, бальзамом, вот как правило, да? Маской, кондиционер, в них ходят одинаковые элементы, просто разная густота по консистенции, то есть, если маску немножко разбать водой, она будет такой же консистенции, как и кондиционер, это одно и то же. Абсолютно верно, Светлана, абсолютно верно, поэтому на самом деле, смотрите, здесь я бы рекомендовала вам использовать маску, причем липидную, почему липидные продукты лучше всего для волос, и почему они как классно восстанавливают и липидный слой, то есть защитный слой, про который говорила Гаяна, и как раз-таки белковую составляющую, то есть монохромную структуру волоса, почему это так важно? Потому что есть маски, которые дают сразу видимый эффект. И знаете, как в рекламе, то есть раньше, в девятой, была реклама Эльсеф, когда помыла волосы, и сразу такая красотка вся, Рапунцель, с блестящими там, ослепляющими просто солнце волосиками. Есть такие средства, да, их много, и вместе с тем они дают очень краткосрочный, зато сразу видимый эффект. Они основаны на силиконах, на летучих силиконах, на спиртах, которые быстро проникают в волос, и, соответственно, доставляют до каких-то слоёв те элементы, которые, грубо говоря, сверху запаивают, как будто, как выглаживают волосики. И вы видите этот видимый эффект. Но, к сожалению, если мы хотим волосы, которые не сидеют, волосы, которые не обламываются, послушные, волосы, которые не пушатся, и легко поддаются любым там манипуляциям, укладкам, тому подобное, прическам, нам нужно с вами обращать внимание на липидные продукты. Они выдерживаются на волосах минимум 6-8 минут, иначе они просто не работают. То есть это по-любому нужно ещё уделять себе время. А уже закрывать вот этот липидный слой можно абсолютно любым бальзамом, либо любым жидким кондиционером, который вам нравится, можно даже на силиконовых основах. Это уже не критично. То есть, как правильно заметила Света, у этих средств, как правило, очень похожий состав, но липидные маски, в отличие от масок, которые на силиконах, соответственно, они дают только крикосушный эффект. Поэтому обращайте внимание на состав. А ещё лучше подойдите к консультанту и уточните, это липидное средство и тому подобное. Дальше, что хочу сказать. Смотрите, когда мы волосы высушили, мы должны их высушить. Мы уже знаем, что вот эту штуку использовать не надо. То есть лучше 5-10 минут после душа походить в мягкой пелёночке либо в старой наволочке, как бы смешно это ни звучало. Но красота, она и есть красота. А теперь давайте поговорим о том, как же сушить волосы. Лучше естественным способом, как многие советуют, или же можно феном. И так ли фен опасен и вреден для волос, как нам часто говорят. Давайте разбираться. Ну, на самом деле, да, фен, конечно, это воздействие. Правильно? Да, то есть у каждой есть девочки вот такой вот помощничек, да, то есть фены, они бывают дорожные, они бывают там складные, как у меня, бывают очень-очень такие объёмные с разными режимами. Самое главное при выборе фена, да, в принципе, любого гаджета, девчонки, я прижать внимание, то, чтобы у него была терморегуляция от холодного к достаточно горячему. То есть если вы будете иметь возможность регулировать поток воздуха и его температуру, это даст вам огромные возможности по сохранению здоровья ваших волос. Я вам больше скажу, феном нужно сушить. Не просто можно, а нужно. Почему? Да потому что, вот смотрите, вы помыли волосики, там всё нанесли, всё правильно, как мы с вами сказали, да, уже вот в эту перёночку сняли и волосы повисли. Ну ладно, нехай себе висят, что называется, да, то есть ничего страшного. Они висят, они вытягиваются под собственным весом, они же мокрые, да, то есть помним про натяжение, помним, что у нас в силу притяжения земной, да, то есть поверхность никто не отменял, соответственно, нагрузка вот сюда. Но в области есть нагрузка-то. Мы ещё получаем с вами что? Мы получаем с вами длительность. А если нам до работы, например, надо? Знаете, сколько сохнет волосы длиной до плеч? Естественным способом, не меньше часа, до полного высыхания, чтобы не так прям, ай, ладно, шапочку надела, ничего страшного, досушиться нельзя, ни в коем случае на влажный волос ничего надевать, тем более шапочки, а уж тем более выходить на улицу, да, то есть когда погода оставляет желать лучшего, мягко говоря, да, то есть перепады температуры, они очень губительны. И, соответственно, когда мы говорим о сушке волос естественным способом, представьте, допустим, как вот у меня такая длина, я её сушу минимум 3 часа. Если она сухнет, у меня естественно, когда у меня есть время, да, а феном это можно сделать, конечно же, качественно и быстро. И не стоит бояться теплового воздействия на фен. Помните, чем меньше воздействия по времени, тем волосу лучше. То есть играет значение не температура, что вы сушите там на среднем режиме, а время, которое вы сушите. Да, то есть можно даже на среднем режиме, там, допустим, с самым щадящим так себе навредить, что потом просто вот очень долго становится. Гаяна пишет, допустим, у неё уже 7 часов с током, потому что густые очень волосы, да, то есть плотные. Соответственно, смотрите, девочки, если вы выбираете себе способ сушки, лучше фен. Главное правильно использовать. Либо, если это естественная сутка, то располагайте временем. Плюсом ко всему, смотрите, очень важный момент. Вот все говорят, что у вас очень классный фен какой? Дайсон, да? А хотите, я вам скажу страшную тайну? Нет. У Дайсона есть, во-первых, полный аналог. Это вся линейка последних гаджетов от компании BabyList, например. Да, то есть это полный аналог по функционалу и по структурным особенностям фенов Дайсона. Так плюс ко всему, ещё у Дайсона нету такого режима терморегуляции, который нужен для сохранения здоровья волос. Поэтому не покупаемся на маркетинговые уловки, а смотрим на то, какой это гаджет для волос. Если мы выбираем утюжок, если мы выбираем, допустим, какой-то гофреда, либо там плойочку, пожалуйста, с турмалиновым покрытием, либо тефлоновым покрытием, чтобы волосы ваши чувствовали себя более-менее комфортно. Вот. Что мы хотим сказать вам вот таким подробным описанием того, как нужно ухаживать за волосами? Вот видите, мы сегодня с Гаяной подготовили для вас такой комплексный подход. Да, она рассказала специально, как это изнутри, то есть можно поправить. А я вам рассказываю, как это провести порядок ещё и снаружи, чтобы у вас с разных сторон был быстрый, видимый, а самое главное, долгосрочный эффект. Вот так же мы работаем на нашей программе, когда мы за 9 месяцев приводим весь организм в порядок. Мы сейчас на примере волос с вами говорим, это представьте, что у вас весь организм просто хоп-а-на, и как вот часики будут работать. Ольга спрашивает, дайсон выкидывать теперь? Нет, конечно. Конечно же нет, его тоже можно правильно использовать. Опять же, повторюсь, следите за терморегуляцией. Да, то есть просто очень часто вопрос у девочек, да, то есть какой фен лучше всего, и, конечно, очень частый ответ сразу девочек в других частях, конечно же, дайсон. А я привожу пример, что как бы здесь фирма на самом деле не особо важна. Важна на то, как этот гаджет будет работать с вашими волосами. Вот. Теперь смотрите, у нас есть не только фены и там мучки и так далее, есть еще один условный гаджет, да, который мы используем каждый день по несколько раз. Конечно же, это что? Расчесочки наши, расчесочки, массажные щетки, они бывают из разных материалов, натуральные, ненатуральные, там, да, пластиковые, складные, походные, там, большие для массажа. Какая бы она ни была, я вас умоляю, мои хорошие, мойте, пожалуйста, ее. Я сейчас даже не буду спрашивать, кто как часто моет свои расчески, потому что я знаю ответ. Дай боже, мы мыли их как раз в месяц, да? А вот представьте теперь, что вся вот эта грязь, остатки себума, чешуйки кожи, там, да, чешуйки волос, отмершие пыль, которая там бытовая, все это каждый раз разносится по вашим прекрасным чистым волосикам, когда вы так проводите грязной-грязной щеточкой. Поэтому я вам очень рекомендую мойте их хотя бы раз в неделю, а в идеале вот волосики свои помыли и расщеточку тоже помыть, пожалуйста. Это несложно, буквально 2-3 минутки, но сделайте это, и вы тоже обалдеете, какой вы получите результат. Так же, как и с полотенцем, да, то есть прочели 14 дней с полотенцем мы уже помним. То же самое с расческами, вот. И, конечно же, знаете, очень частый вопрос, да, в уходе за кожей головы и за волосами, а почему надо носить шапки? Или почему я не могу надеть шапку вот так вот, а вот здесь такая красотка пошла, короче, по ветру, по морозному, с называющимися волосами, да? Это красиво, конечно, да, особенно, да, там на морозном солнце, там сияющие волосы, девчонки, в общем, нравится некоторым так ходить. И вместе с тем, если мы хотим здоровые волосы, пожалуйста, убирайте волосы под головной убор. Это касается не только холодного времени года, да, когда перепадает температура, ветер, там, дождь, может быть, снег и тому подобное. Это касается и жаркого времени года и тех девочек, которые живут у нас в жарких странах, потому что солнце, да, то есть инсоляция, плюс ко всему еще влажность воздуха, гипер, да, то есть влажность либо недостаток влажности, это все очень сильно влияет на состояние волос и грошь на всем усилиям, которые прилагают, чтобы привести организм в порядок, правильно ухаживать за волосиками. Если вы не соблюдаете простейшее правило спрятать волосы под бандану либо шляпку, да, чтобы они не выгорели у вас и не повредились на солнце, или если вы ленитесь их убирать под шапочку либо под платок или в капюшон хотя бы, если вы вышли на улицу в холодное время года. Помните, что волосики у вас, конечно, очень чувствительные, да, то есть они могут реагировать абсолютно на все. И здесь, конечно же, я хочу особое внимание обратить на натуральные масла и на натуральные маски, да, то есть кто-то из девочек я видела, писал что-то про это в чат. Ну-ка, сейчас я почитаю, смотрите, овсяная маска, вот, Вика как раз написала, да, овсяная маска. Здесь я хочу дать свое личное такое мнение, свой личный комментарий, да, что есть много разных народных способов, да, сохранения здоровья волос. И вместе с тем, девочки, нужно понимать, что мы живем в современном мире, у нас совершенно другая экология, другое питание, другие условия жизни. И то, что могло работать еще лет 20 назад, оно сейчас может не работать. И лучше всего все продукты съедобные оставлять для еды, да, и высчитывать правильное количество белка, нутриентов, и все это употреблять внутрь. Не мазать на волосике яичный желток и тому подобное, не дай бог там еще коньяку добавляя к этому яичному желтку. Не стоит баловаться луковыми кашицами и особенно натуральными маслами. Очень часто я слышу такое мнение, что я делаю маски маслятные и я очень довольна. То есть мои волосы напитанные, мне нужны, допустим, какие-то кондиционеры, маски, там какие-то процедуры дополнительные. И что я хочу сказать, дорогие мои, это внешне видимый эффект. Алиновые кислоты, жирные кислоты, когда содержатся в маслах, они обволакивают волос. А сталкивались ли вы с тем, что когда вы долго пользуетесь маслами, волос становится все суше, суше, все больше топорщится. И такое ощущение, что как будто бы обратный эффект, реально прям какой-то. То есть чем больше мажешь, тем суше и пушистее он становится, как мочалка в итоге. А вот это как раз-таки перепит. То есть это перепитали волосики, и они уже начали давать обратную структуру. Такого делать ни в коем случае нельзя. Поэтому если вы хотите здоровые волосы, то лучше не увлекаться масляными всякими обертываниями, и уж тем более на ночь, и уж тем более под, не знаю, теплый платок и тому подобное. Пожалуйста, все в меру. Натуральные масла можно использовать в уходе очень аккуратно, в виде аппликационных каких-то масок, то есть, допустим, на 5-10 минут, и по показаниям. То есть бывают показания, допустим, трихолога, который работает с кожей головы, для того, чтобы снять какие-то воспалительные процессы, для того, чтобы убрать какие-то сиборейные корочки, если у кого-то есть такая проблема. Могут назначаться там омлепиховое, например, масло, омлепийное то же самое масло. Но, пожалуйста, давайте будем все это делать аккуратно. И вообще, аккуратный подход к себе и к своему здоровью, любовь к себе – это основа, наверное, всей нашей методики. И то, про что сегодня Гаяна говорила, мы очень бережно подходим к каждой девочке, которая с нами решила идти к своей красоте, и к тому, чтобы быть счастливой, здоровой, радоваться жизни, жить полноценной жизнью, чувствовать себя легко и комфортно. И любить свое отражение в зеркале, как раз-таки для этого нужен бережный подход. И мне очень хочется, чтобы каждая из вас сегодня получила искреннее наслаждение, побывав у нас как раз-таки на консультации. Ссылка для консультации есть у вас в чате. Пожалуйста, не игнорируйте ее, потому что эта возможность, которую мы даем, она действительно очень ценна. Я думаю, что вы останетесь довольными. Вот как раз-таки девочки пишут уже конкретные марки. Ну, Меродакси – это вот прекрасная на самом деле фирма. У меня тоже есть мягкий очищающий шампунь от этой фирмы. И, кстати, на закусочку, девчонки, в конце нашей встречи, что хочу сказать вам, мои дорогие. Не бойтесь экспериментировать и миксовать средства. Знаете, какой самый главный секрет? Что не нужно пользоваться всеми средствами только одного бренда. То есть, ну, очень часто бывает так, что, допустим, в бренде L'Oreal, либо там Neoxim, или какой-то еще интересный бренд, есть классный бренд, такой-то, 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 а вот эти, ну, надо докрутить. Либо они, допустим, мне не подходят. И ничего страшного, если у меня на полочке ванной стоит, там, допустим, очищающий шампунь от Biolash, там, шампунь повседневный, там, допустим, для того, чтобы волосы очищались хорошо, там, допустим, другой какой-то фирмы, например, там, Коралл. А вот мягкие шампуни у меня там от L'Oreal и от Нумеру, кстати, они прекрасные, вообще от Alter Ego, шикарная линейка шампуней таких, да, есть. Это ничего страшного. То же самое касается и всех остальных средств, которые уходовые. Все маски, все кондиционеры и бальзамы. Обращайте внимание не на фирму, а на состав. Olaplex, кстати, тоже хорошая фирма, но, знаете, там нужно смотреть составы, потому что у них очень много пленкообразователей в составах. Да, сейчас мы с вами уже идем в косметическую химию. То есть любое средство, независимо от того, какую марку там что-то напишется, я скажу одно, да, переворачивайте баночку и смотрите состав. Даже один и тот же ингредиент, который, скажем так, стоит на разных местах, да, то есть в составе, на третьем месте, там, допустим, на тринадцатом, это очень сильно влияет на качество продукта и на его способность к восстановлению. Например, тот самый глицерин, да, которого так все боятся. Да не надо его бояться, это совершенно нормальный проводник, да, это жирный проводник, который должен быть в составе любого средства питательного, который проводит внутрь волоса эти питательные нутриенты, которые есть в составе маски либо какого-то обертывания. Фишка в том, что нужно внимание вообще, на каком он месте. Если он на первом месте, то, конечно, это дешево средство. Там глицерина очень много, да, то есть чем ближе средство к началу состава, тем его больше, там, сравнительный, там, процентный соотношение. А чем средство дальше стоит к концу, тем его вот столичка. Поэтому если у вас там, допустим, написано глицерин на первом месте, вы понимаете, что это по факту это просто вазелин у вас в банке. А если, допустим, он на четвёртом, на пятом, то это просто вспомогательное вещество. Это проводник для тех главных ингредиентов, питательных, защитных, подобных, восстановительных, которые есть в этом средстве уходовом. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание. Ну и, конечно, плёнкообразователи силиконовые. Это всегда очень важный элемент. Как отличить липидную продукцию, допустим, липидные какие-то средства, которые действуют глубоко в волосе и долгосрочно, от плёнкообразователей, которые дают только краткосрочный видимый эффект. Очень просто. Смотрите, если составить силиконы различных там, различных видов, да, парабемы, СЛА, вот эти вот СЛС всякие, это всё быстрые как раз-таки плёнки, которые просто вот так вот как в полиэтиленочку заворачивают ваш волосик, и он у вас до следующего мытья такой вроде, ну, живенький, классненький, такой блестящий, до следующего мытья, либо до первого дождя. Вот. Как раз-таки, да, составы, влияние нутриентов на волосы, как читать анализы. Мы всему этому обучаем наших девочек, которые у нас на программе целых 9 месяцев, как прям вот наши цветочки под пристальным наблюдением, которых мы выращиваем, которых мы тянем к солнышку, и, конечно же, помогаем, становиться ещё прекраснее. Так, ещё этот вопрос прилетел, если несколько минут, давайте подпочим, да. Какая должна быть расчёска деревянная, и как ухаживать за деревянной, если она должна быть деревянной? На самом деле, Ален, вот, кстати, классный вопрос, спасибо за него. Пофиг. Вот честно. Деревянная, металлическая, или она там будет силиконовая, или она будет пластиковая, самая простая, допустим, как у меня. Главное за ней ухаживать. У деревянных, да, есть, конечно, особенности, да, их нужно недолго под водой держать. Я лучше, знаете, как рекомендую? Вот прям берёте старую зубную щёточку, любое мягкое мыло, да, любое мягкое средство очищающее, либо шампунь, например, да, на щёточку быстренько вот так вот прошли с двух сторон, и быстро горячую воду ополоснули, и сушится обязательно, да. Деревянные расчёсочки требуют сушки, а пластиковые можно, собственно, протереть, да, то есть оставить сушиться, они сушатут быстрее. Самое главное, девочки, обращайте внимание, чтобы зубки у расчёсочек и у ваших щёточек не были острыми, чтобы они не травмировали вашу нежную кожу головы, потому что там у вас луковички, волосиков сидят, и, соответственно, они могут пострадать от этого. Если вы выбираете расчёсочку, это должны быть крупные зубья с закруглённым тупым краем, да, то есть кончиком, и желательно, если это какая-то массажная щётка либо круглый брашинг, на который вы будете укладку делать, то там должен быть такой шарик на конечке, да, то есть, ну, в принципе, я думаю, что все понимают, о чём я говорю, чтобы она была мягенькая. Если это натуральные щетины, кстати, да, такие круглые щётки, то же самое, пожалуйста, во-первых, за ними ухаживать нужно ещё тщательнее, вычёсывайте их, да, можно там, допустим, спицей либо иголочкой удалять вот эти там застрявшие волосики, и также зубной щёткой хорошо промывайте их. Это очень важно для здоровья вашей кожи головы, это предотвращает грибковые заболевания, перхоть, настроение патогенной микрофлоры, а всё это очень, короче, неприятно, девчонки, поэтому мойте расчётки, пожалуйста. Так, ещё, ещё один вопрос прилетел нам, да. Какие маски, шампуни и какие кондиционеры? Да, я, конечно, могу вам сейчас назвать очень много хороших фирм, которые себя зарекомендовали, которые хорошие составы, и вместе с тем сразу скажу, всё очень индивидуально, и обращайте внимание на то, какая у вас кожа головы, как провести тест кожи головы, мы тоже рассказываем, кстати говоря, на консультациях, да, и на системе старости нет, поскольку это очень важный момент, самодиагностика. Если у вас сухой тип кожи головы, и вы моете голову раз в три-четыре дня, это как бы одни средства, а если у вас жирный тип кожи головы, и вы уже через один-два дня чувствуете дискомфорт, потому что потерялся объём, появилась какая-то неприятная жирность и салит, это очень другие средства. В любом случае, для корней выбираем средства из линеек, например, смотрите, у Олин хорошие средства для окрашенных волос, есть прекрасный шампунь с прозрачной текстурой, неважно, волосы окрашенные у вас или не окрашенные, это абсолютно не имеет значения, я вот, допустим, не крашеная, но я пользуюсь Олином, да, то есть часто, потому что это хороший состав. Он такой оранжевенький такой, да, такой у него оранжевенький, там, разводы. Этот шампунь, он подходит для девочек, у кого жирный тип кожи головы, а если, допустим, у вас тип кожи головы сухой, вам нужно выбирать нечто подобное, но с перламутровым составом, то есть он будет не прозрачный шампунь, а перламутровый, можно тоже для окрашенных волос или для объёма, например. Приходите, допустим, не знаю, в Литуале, там, может ещё, в Магнит-косметике спрашивайте, девочки, покажите мне шампуни для объёма и для окрашенных волос, которые перламутровые. Всё, они вам покажут, этим вы моете корни, да, если у вас сухая кожа головы, а если жирненькая, тогда говорите, покажите, которые прозрачные шампуни, и будет вам счастье. Длину очень хорошо мыть мягкими шампунями, очень много, девочки, мягких шампуней, практически в каждом бренде. Как их отличить? Это увлажняющие шампуни, это различная нутриция, то есть питательные шампуни, шампуни там для повреждённых волос, всё это мягкие составы, мягкие павы, которые очень бережно очищают длинную, да, я сама пользуюсь разными, часто их меняю, номеры очень нравятся, Лореаль прекрасные шампуни для мягких, в Матриксе есть шикарные линейки, тоже экстра увлажняющие, которые, и таких примеров есть очень много, причём, не важна стоимость марок, я вам сейчас могу сказать, даже самую, такую, знаете, бюджетную марку, она называется Teffia, да, Teffia, пишется Teffia по-английски, которая тоже прекрасна, так же, как и Coral, например, то есть вполне бюджетная такая марка, которая справляется с очень большим объёмом проблем и ситуацией, которые возникают у девочек в повседневной жизни. В любой фирме, даже самой люксовой, можно найти разные составы, как удачные, так и не очень удачные. Смотрите здесь внимательно на этикетку. Вот, надеюсь, что вот в рамках нашего такого ознакомительного вебинара я сумела ответить и дать полезность сейчас вот как раз-таки на этот вопрос. Девочки, если у кого-то ещё вопросы есть, пожалуйста, у нас есть буквально пара минуточек и будем уже с вами закругляться. Мы с вами столько полезного с вами узнали. Смотрите, и что принимать, и как посмотреть анализы, и какие могут быть у нас всякие нехорошие штуки, другие, которые нужно убирать в своей жизни, которые нам волосики портят, и как за ними ухаживать, и чем их мыть, и чем вытирать. Стравом для волос, не для головы, один раз в неделю, если у вас тип кожи головы жирный, и один раз в 14-20 дней, если у вас сухой тип кожи головы. Скраб может быть абсолютно любой, как кислотный, так и энзимный, так и какой-то абразивный, да, только аккуратно, чтобы не слишком царапающий был. Главное, чтобы он был. Это позволяет вашей коже дышать. И сразу видно, кто из девчонок погружён прям в тему, да, Гаян? Сразу прям видно. Девочки, я буквально прям вот одно предложение. Как я советую мыть волосы? Вы увидите эффект буквально через месяц-два. Наклоняйте голову, то есть не стоя, а вот прям наклоняйте голову вниз, и каждый раз мойте так волосы. Либо в течение дня вы просто как-то можете стоять вниз головой, просто улучшить кровообращение. Всегда мойте вниз головой. Я вас уверяю, вы потом увидите эффект. Вот просто... Гаян абсолютно права, да, то есть это очень хорошо улучшает кровоток, а вообще, между прочим, про систему кровотока, про то, как сделать свои капиллярные сети пышными, да, внутри организма, про то, как сделать митохондриальные сети открытыми, чтобы они сжигали всю необходимую нам там жировую прослойку. Всё это мы как раз-таки рассказываем вот внутри нашего сопровождения системы, и девочки потом, конечно, получают колоссальные знания, которые, между прочим, не имеют срока годности. То есть знаниями вы пользуетесь всю жизнь, и это не молоко, которое скиснет через 7 дней, допустим, в холодильнике. Эти знания вы можете передавать своим дочкам, да, то есть делиться ими, и поэтому, конечно, это очень классная инвестиция в себя. Мы вас искренне благодарим за то, что вы сегодня такие активные, вовлечённые, мы всегда рады видеть вас в наших встречах, таких тёплых, уютных, и, пожалуйста, применяйте и пробуйте всё прямо на деле. Нам будет очень интересно, если вы в наших чатах отпишетесь, какой вы получили результат. И, конечно же, ждём вас всех внутри нашей программы, будем вас там холить, лелеять, рассказывать ещё больше полезного для того, чтобы вы сохраняли свою молодость, красоту, для того, чтобы вы чувствовали себя королевами каждый день, потому что каждая из вас уникальна и неповторима. Всем огромное спасибо за внимание, девочки. Кто ещё не успел записаться, осталось буквально пару мест на консультацию, сейчас наши девочки-модераторы прислали вам ссылку, поэтому буквально в последний вагон вы можете успеть попасть к нам на консультацию, и мы уж с удовольствием с вами поговорим в более таком персонализированном, приватном формате. Всем прекрасного вечера и до встречи. Всем пока-пока.